здравствуйте с вами снова александр я хочу рассказать вам о новинке от компании априка появилась наконец-таки коляска которую на мой взгляд достаточно долго ждали поклонники этой марки это называется априка люксуна комфорт и комфорт она называется не просто так потому что здесь реально сделали ее просторнее и удобнее поэтому давайте перейдем к ее изучению вот сейчас кстати вы уже можете обратить внимание как она выглядит сложенном виде априки они все складываются так раскладывается соответственно ну таким образом и на всех моделях практически ручка перекидная и что здесь тоже хорошо что не убрали это умные колеса когда вы меняете ручку перекидываете ручку по ходу и против хода соответственно сразу меняются местами поворотные колеса это реально очень удобно а то когда они не меняются маневренность все-таки теряется в коляске поэтому так гораздо лучше так технические характеристики коляска для детей с рождения где-то до трех лет и соответственно сам вес коляски он тоже не тяжелые для прики это нормально не все этом плюс-минус районе пяти килограмм это если память не изменяет весит 5 300 что в ней комфортного если вспомнить априка она всегда делает коляски из очень хороших материалов обивки интересные технологии используют например здесь используется технология которая поглощает вибрацию от дороги которая передается ребенку здесь сиденье специальная прослойка фольгированные экраны чтобы жар отталкивать соответственно когда горячая земля соответственно эти швальгированные экраны также не дают и кресло от земли нагреваться в общем для лета она подходит реально круто здорово соответственно для путешественников самое но многие жаловались то что коляска априка на тесновато соответственно вот именно в комфорте этот момент исправили она стала больше она стала шире точные характеристики в описании будут пройдете посмотрите вот она стала длиннее здесь увеличили длину подножки вот здесь даже сбоку видно она достаточно приличную длину имеет под ножичка поэтому как бы запас будет нормальный всегда ребенку вот можно убрать можно выдвинуть схема стандартная но салазки стали длиннее и соответственно более высокому ребенку дольше можно полностью лежать соответственно спинка тоже достаточно крупная высокая вот этот бортик на многих моделях априки он немножечко вот так загнут и соответственно мы скрадывает вот как раз таки вот это пространство здесь его завалили назад и получается головка даже может здесь лежать и мы получаем реально вместительную полноразмерную коляску здесь ребенок даже глубоко осенью в хорошем теплом комбинезоне будь спокойно помещаться это здорово что касается безопасности все стандартно мягкий классический априковский бампер пятиточные ремни мягкие накладочки повсюду все здорово комплектацию также входит специальный вкладыш для новорожденного ребенка это вообще какая-то особенно разработка их ученых японских которые максимально повторяет я не знаю положение или на ребенка в руках у мамы в общем классный вкладыш используйте его пока ребенок без верхней одежды будет ребенку классно и удобно там под поясницу под под зад и под головку ребенка все здорово тоже все с защищенными отверстиями что касается козырька козырек здесь достаточно большой он идет в нахлёст а получается на бампер с натяжителями в принципе ну куда больше на ножки разве что не опускается по моему с козырьком лаприк никогда вопросов не было также есть небольшое смотровое окошко для ребенка точнее говорит для родителей уже наверное но странно то что это кошечка есть вот здесь свереди но я его не наблюдаю сзади я же как бы не все время так ребенок будет находиться так его и так видно ну в принципе не знаю так так как есть вот соответственно что касается наклона спинки давайте здесь немножко уделим больше этому внимание потому что лично у меня возникли вопросы ну принципе она и называется комфорт можно по полной поддерживает это вот историю с этой комфортности ребенка но на мой взгляд вот сейчас спинка находится в самом поднятом положении но взгляд она слишком завалена назад может быть и так и удобно ребенку и хорошо когда он отдыхает но когда ребенок хочет сидеть ему придется сидеть и держаться за бампер потому что облокотиться это считает что он уже полу лежачем положении вот вы видите вот опустить если полностью то получаем просто лежачие уже полноценное лежачие места на мой взгляд хотелось бы чтобы была возможность чуть больше посадить ребенка может быть я здесь что-то неправильно понял может что-то не увидел регулировку ну вроде все стандартное а дальше уже не идет спинка соответственно вот это я отнес бы к минусам плюсом то что она стала вместительнее больше минусу то что здесь ребенок такой полу лежит ну не знаю мне вот этот момент не понравился по обивке как я уже говорил в саприке всегда все хорошо ткани всегда используются классные ручка кстати по высоте не регулируется вот у меня сто восемьдесят шесть сантиметров рост вот можете приблизительно оценить как на какой высоте для вас будет находиться это ручка что касается багажника багажник здесь вот тоже немаловажный момент он большой хороший нормальный полноценный багажник много что да засуньте он не с тоненькой сеточки что порвать легко нормальная плотная ткань без вопросов с багажником все ровно и доступ к нему удобны что касается амортизации амортизация здесь есть на всех четырех колесах независимо друг от друга тоже здорово плавненько будет ехать плюс не забываем то что вибропоглощающий слой в самом сиденье плюс амортизация гибкость и рамы ребенку там реально классно его не трясет ничего тормоз каждое колесо блокируется отдельно каждое колесо можно вообще заблокировать чтобы они вообще никуда не поворачивались вот поэтому технически все здорово все все классно априка есть априком не зря их так любят людям и мне очень нравится ну опять же вот подытожу минус то что немножечко сдавали на спинка назад во всем остальном мне коляска очень понравилась вопросов к ней нет вообще потому что ну все здорово реально вместительная удобная классная коляска и при том что она стала по сути сидячее место полноразмерное как в других колясках по 10 по 12 килограмм весом здесь столько же места и весе на 5 килограмм это ее огромный вот такой плюс вот собственно все рассказать мне они больше нечего к варианту рассмотрение этой коляски я бы ее предложил точно вот если у вас не будет вопрос к этой спинке в остальном выбирать вам могу лишь только пожелать вам хорошего грамотного выбора и если это видео было вам полезно интересно ставьте пожалуйста лайки не понравилось ставьте дизлайки подписывайтесь на канал это очень важный момент и заключение большое спасибо магазину первой коляски за то что предоставили на обзор апреку люксу ну комфорт благодарю и собственно всего доброго вам до свидания